Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. 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 Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Это событие показывает нам, что всех, кто следует за Христом, отвергаясь себя, он берет под свою сугубую опеку, не допуская, чтобы люди, верные ему служащие, испытывали нужду в жизненно необходимом. После возвращения апостолов из проповеднического путешествия, Христос удалился из Галилеи вместе с ними. Они переплыли на лодке на восточную сторону Тивериадского озера в пустынное место близ города Вифсаида, располагавшегося на востоке от впадения Иордана в Генесарецкое озеро. Находясь в пустынном месте, где не было ни ночлега, ни пищи, апостолы с наступлением вечера обратились к Господу с просьбой отпустить народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи. Эти слова апостолов исполнены заботой о народе, который шествовал за Христом. Ефимий Зигабен замечает, день уже начал склоняться к вечеру, но сами они не вкушали пищи, так как усердие к слушанию пересилило голод. Христос, желая поэтому насытить их чудесным образом, тоже ожидал повода со стороны их, чтобы не показалось, что он спешит к совершению чудес, равным образом для того, чтобы, взалкав, они больше поняли чудо. Спаситель ответил, вы дайте им есть. Конечно, ученики удивились, а потому сказали, что у них нет еды, кроме пяти хлебов и двух рыб. Видя маловерие своих учеников, Господь тотчас же доказывает им, что для него нет ничего невозможного. Взяв пять хлебов и две рыбы и возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Ученики же увидели совершающееся в их руках величайшее чудо. По мере раздачи народу, количество кусочков хлеба и рыбы не уменьшалось, а увеличивалось. И ели, и насытились все. Когда же по повелению Иисуса Христа стали собирать остатки хлеба, то наполнили ими двенадцать коробов. Коробами назывались те корзины, которые евреи брали с собой в путешествия для хранения пищи вместо походных сумок. Как бы ни были малы эти короба, очевидно, что нельзя было наполнить двенадцать коробов пятью разломанными на куски хлебами, если бы количество этих кусков не было чудесным образом умножено. Если мы постараемся глубже проникнуть в подробности этого чуда, нам, несомненно, приоткроется его литургический характер. Здесь, в пустыне, Господь, взяв пять хлебов и две рыбы и возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам. Разве не напоминают нам эти слова последования Евхаристии? Святитель Феофан Затворник пишет, «Чудное насыщение народа в пустыне – образ насыщения верующих во святое причащение причистым телом и причистой кровью Господа. Господь сидит особо, народ рассажен рядами, апостолы посредствуют, получают хлеб и раздают. Так и ныне. Верующие все разделены на группы, малые церкви, в которых Господь, невидимо присутствуя, раздает свое тело и кровь через апостольских преемников. В чуде умножения хлебов нам открывается подлинная тайна христианства – путь жизни, где Господь дает с избытком. Разумеется, христиане не могут быть равнодушны к физическому голоду своих ближних, на что и указывает нам Господь словами, обращенными к апостолам, то есть к его возлюбленным ученикам – «Вы дайте им есть». Но больше, чем в насыщении чрева, наши ближние нуждаются в насыщении души хлебом небесным, который и есть причистые тела и кровь Христовы. И задача, которая стояла перед апостолами, неизбежно встает и перед каждым из нас, дорогие братья и сестры, не отвергать алчущих истины, но приводя их ко Христу, насыщать их духовной пищей, делясь и своим насущным хлебом, служа ближнему по примеру Христа. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok